всем привет делаю такой летний осенний сливочный суп получится вкусным очень я еще не знаю что получится сливки не перелил пусть будут в оригинальной упаковке если бренд хороший почему не показать бесплатно нормально у меня два баклажана режу их и присаливаю и оставляю на пол часика чтобы что излишняя влага горечи в баклажанах нет уже давно два спелых очень хороших помидора были пару минут в кипятке ну примерно несколько минут в холодной воде поэтому шкурка с них очень легко снимается я их нарезал вот такими ломтиками некрупными шампиньоны взял штук десять режу на четвертинки но не мою конечно мыть нам нужно бороться с лишней влагой в них а не добавлять воду если какая-то грязь где то есть можно вот так срезать ножом или стереть салфеткой ну там небольшие включение какие-то крупинки грунта у меня новая сковорода сразу ее показываю со всех сторон купил в интернете если вам нужна можете тоже купить в интернете и итак на среднем огне начинаю обжаривать шампиньоны да без масла совершенно одну луковицу крупную режу полукольцами или четвертинками колец шампиньоны по-прежнему без масла помешиваю натираю на крупной терке одну морковку шампиньоны уже зажариваются так явно уже на них видно проступил такой загар плотный как сказать в этот момент можно добавить и масло добавляю оливковое масло немножко пусть кайфуют но продолжаю жарить вот видите уже достаточно интенсивно они обжарились снимаю со сковороды у меня будут три отдельных зажарки но цель оправдывает средство шампиньоны и баклажаны будут очень вкусные сами по себе вторая зажарка универсальная опять на оливковом масле начинаю обжаривать лук и режу в это время перчик один перчик взял который которые зовутся блонди ну хороший перчик сочный и вкусный ну минуты 3-4 лук обжаривался добавляю к нему этот перчик там получаются два блонди сковородки ну пусть ничего страшного не произойдет картофель взял три картофелями ну режу не крупными дольками ну и не мелкими как видите но перчик луком продолжают обжариваться постоянно помешиваю держу на среднем огне ну минуты через четыре после перчика отправляю туда морковь вот такая типа универсальная зажарка беру один кабачок скользкий очень и с трудом его удерживая натираю до крупной терки так что в супе будет не только баклажан но и кабачок мне нужен будет кипяток ставлю чайник на конфорку и постоянно помешивая периодически вернее помешиваю продолжаю обжаривать содержимое сковороды баклажаны отдали излишнюю влагу я подсушу их еще с помощью бумажных полотенек например ну минут 6-7 все это дело жарилось вместе с морковью снимаю зажарку и отправляю в сковороду баклажаны вот в эта сетечка заварочная но она у меня не для заварки а для супов отправляю 5-6 горошин душистого перца кориандра немного маклажаны помешиваю по-прежнему без масла но уже вот добавляю ну и так помешивая на среднем огне а потом даже поменьше среднего ну доведу их до состояния практически полной зажарки кипяток у меня уже готов наливаю в кастрюлю литра три ну может два с половиной кипятка душистый горошек кориандр и под крышкой варю кусочки картофеля ну а баклажаны практически уже зажарились картофель варился минут десять это значит что через 10 минут наш суп будет готов отправляю к нему кабачки пробую кстати баклажаны абсолютно готовы пробую шампиньоны ну еще минуты три можно их поварить добавляю востринку ну и почти сразу за кабачком помидоры солю подготовлю укроп буду его использовать при подаче ну после помидоров минут через три кладу шампиньоны и зажарку ну а еще через пару минут баклажаны ну и сразу же практически добавляю сливки я взял двадцатку пол литра здесь ну чуть-чуть не поместилось миллилитров пятьдесят не поместилось ну если у вас поместится ну в принципе можете сами варьировать ну миллилитров триста надо от трехсот до полулитра на такое количество у меня получился где-то три с половиной литра супа пробую и досаливаю если нужно ну в общем то все осталось подержать под крышкой несколько минут и выключить пусть настоится как только крышка нагрелась на малом огне все выключаю да спасибо за просмотр день был жаркий и не хотелось горячего я через час только подаю ну сам себе в принципе больше дома никого нет ну шампиньоны жарились сами по себе они там жареные супы баклажаны тоже это дает еще больше кайф очень вкусно получилось всем приятного аппетита пока пока а а а а а а а и и а